Знакомьтесь, Олег Решетников Больше всего запомнились люди, особенно водители фур. Вот это поразило, конечно. По всей дороге нам буквально помогали они. Мы остановились сориентироваться по карте, не успели даже с мотоцикла сойти. Как остановилась фура, подошел водитель, спросил, что нам нужна ли какая помощь. Мы сказали, да нет, просто вот хотим сориентироваться. Он тут же остановил встречную фуру, узнал, как ехать, хотя у нас, в общем-то, проблем не было. За взятым байкером Олег Евгеньевич себя не считает, ведь свою хонду приобрел всего за неделю до отъезда. За день обзавелись экипировкой и в путь. Однако уже на второй день они получили так называемый байкерский орден, одолели тысячу километров. Был ветер сильный, был дождик, но в дороге это... Дорога есть дорога. Встретилась нам молодая пара, едущая из-под Екатеринбурга до Крыма. Там отдыхали и возвращались обратно. Они были на спортивном байке, у них были более жесткие условия. Общались в пути посредством рации, встроенные в шлемы. Уже встроенный интерком, радиоинтерком. Шлем? Шлем. Но это мы дополнительно устанавливали. И я еще брал видеокамеру тоже для съемки природы. Руки-то заняты. Ночевали путешественники в придорожной гостинице. По пути также съезжали к родственникам и друзьям. От необычного отпуска оба получили массу положительных эмоций и впечатлений. И теперь мечтают о новых мотокуизах. На Байкал, Алтай и даже в Краснодар. Людмила Гонжурова, ФСК ТВ, Сибирь. Редактор субтитров А.Семкин